Добро пожаловать в этот урок. Сегодня я собираюсь немного поговорить о книге Деяний. Я собираюсь преподать немного об обстановке книги Деяний, и по-очему видеть, что эта книга Деяний похожа на дневник нескольких первых учеников, о том, как они жили. И если мы истинно верим, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки, тогда наш дневник сегодня должен каким-то образом выглядеть так, как мы читаем здесь, потому что Иисус тот же. И я верю, что этот урок может помочь вам прийти в жизнь, которая призвал вас Бог, стать учеником, как Он призвал вас, так, чтобы ваша жизнь могла выглядеть как их жизнь, чтобы ваша жизнь выглядела как то, о чём мы читаем в книге Деяний. И так благословит вас Бог этим уроком. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Школу Первопроходцев. Добро пожаловать на этот урок. Сегодня я собираюсь говорить о книге Деяний, о чём я поговорю вскоре. Но прежде чем начать, я хочу лишь помолиться. Боже, мы благодарим Тебя за всё, что Ты делаешь, Господь. Боже, я молюсь сейчас за этот урок и за те вещи, которыми Ты хочешь, Боже, чтобы я поделился. Боже, приди своим Святым Духом и помоги мне поделиться тем, чем Ты хочешь, чтобы я поделился. Позволь мне быть Вадимом Твоим Духом, Господь. И я молюсь за всех, кто смотрит этот урок, чтобы он открыл их глаза, чтобы он освободил их. Открой их глаза, Боже, я молю Тебя. Открой их уши, Господь, чтобы они могли услышать Тебя. Открой их сердце, Господь, и помоги им прийти и жить жизнью, которой Ты призвал их, всех и каждого из них. Господь, я молюсь за этот урок, чтобы Ты помог мне прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Я надеюсь быть вместе с вами и преподать вам это учение. Я люблю разговаривать о книге Деяний. Для меня она что-то, что я всегда делаю, когда выхожу наружу. В ней, в книге Деяний, есть что-то особенное. Я собираюсь показать вам что-то из книги Деяний сегодня, что, как я думаю, вы никогда не слышали ранее. Что-то, что поможет вам понять книгу Деяний, и поможет понять вам, что такое нормальная христианская жизнь. Вот о чём всё это учение. Каким-то образом привести вас, христиан, в нормальную христианскую жизнь, о которой вы читаете в Библии. И это, кажется, третий урок из двадцати. Но уже сейчас у меня есть много свидетельств. Первые два урока прошли по многим, и люди так счастливы. Если вы знаете, несколько дней назад Бог проговорил ко мне. Я был снаружи, молился, и Он пришёл, и Он хотел, чтобы я выпустил первые два урока. Так что теперь первые два урока выложены на Ютюбе, и все могут посмотреть их. Я лишь хочу делать то, что Бог говорит мне делать. Я делаю один шаг за один раз. Я не знаю, как это закончится. Я не знаю, о чём я буду говорить в следующий раз или поза следующий. Я делаю лишь одну вещь за раз. И сейчас два урока выложены, так что теперь все могут пойти и посмотреть их. Но у меня много свидетельств после первых двух уроков. Была женщина, которая написала, что ей очень понравилось. Ей понравилось каждое слово, и они просто изменили её. И она лишь несколько дней назад привела кого-то ко Христу. И это через тринадцать лет после того, как она последний раз делала это. И один написал мне сегодня. О, Том, Томас, мне нужно поговорить с тобой. Я только что видел, как многие люди исцелились. И я видел, как один получил спасение сейчас. И я собираюсь крестить его. Мне нужно, чтобы ты помог мне. Как сделать это? Я собираюсь поговорить о том, как делать это позднее. Но уже сейчас я получаю много свидетельств, что люди уже сейчас приводят людей ко Христу, переживают, как люди получают спасение, исцеляются через их руки, лишь получив немного учения. Потому что это учение, как вы видите, так отличается от того, что мы обычно используем. И нам нужно менять наше мышление. Если мы меняем наше мышление, тогда мы начинаем жить жизнью. Это каким-то образом так просто, что я так счастлив к тому, что Бог делает через первые два урока. И я желаю продолжить сегодня. Есть кое-что, о чём люди спрашивают меня, о чём я сказал в прошлый раз. Я сказал очень коротко, и я хочу начать с этого. В прошлый раз я сказал, что вам не нужен дар исцеления, чтобы исцелять больных. Я немного объяснил это, но это что-то очень новое для ума многих людей. Так что они должны слушать снова и снова и снова. Я лишь хочу поговорить немного, целую часть о дарах. Мы тело Христово, вы и я. Когда мы получаем спасение, Он посылает нас сюда на землю со Своим Святым Духом. Тело Христа, это живые камни, вы и я. Я говорю о последнем времени, и Библия говорит, что все мы священники. Итак, все вы можете крестить, можете причащать, можете делать всё, что Библия говорит вам делать. Итак, каким-то образом, когда вы рождаетесь свыше, вы получаете спасение. Когда вы получаете Святого Духа, вы получаете ту же силу, которая воскресила Иисуса из мёртвых. Так что вам больше ничего не нужно, когда это касается силы. То, что вам нужно, это начать ходить в ней. Каким-то образом начните изучать то, что Бог дал вам. И это каким-то образом так просто. Когда я вижу людей, которые только что получили спасение. Что мы часто делаем с людьми, которые только что получили спасение? Мы молимся за них, и они каются. И они получают крещение Святым Духом и начинают говорить на языках. Потом мы выходим и крестим их, и есть ещё одна вещь, которую мы делаем в тот же день. Мы берём их наружу и позволяем им молиться за больных людей, чтобы те исцелились. Мы не говорим о даре, мы не говорим об этих всех вещах. Мы просто показываем им, что они уже имеют во Христе. И Бог исцеляет через них, Бог освобождает людей от бесов через них. Потому что больше ничего не требуется. Потому что больше ничего не требуется. Потому что когда они были крещены Святым Духом, когда они получили силу Божью, у них есть всё, что нужно. Итак, с новыми людьми это очень просто. Мы просто говорим, давай, пошли наружу и сделаем это. И они делают это с первого дня. Со старшими людьми, людьми, которые ходят в церковь некоторое время, они приходят со множеством вопросов. Да, но я не имею дара исцеления. А что если... И все такие вещи... Новые люди не приходят с этим. Это церковные люди приходят с этими вопросами. И честно говоря, большая часть нашей проблемы сегодня, когда это касается служения Богу, это не что-то, что было у нас до того, как мы получили спасение. Но это то, что мы получили из церкви из-за нашего мышления, которое мы получаем, когда получаем спасение. Потому что когда мы получаем спасение, мы получаем мышление, которое сильно отличается от того, что говорит Слово. Пример из моей жизни. Я получил спасение в церковном движении, которое действительно выглядело в высоком ключе, вот так, где у нас был человек Божий наверху. И когда я получил спасение, я хотел служить ему. И я помню, как однажды там появился большой оратор. Я взял немного воды для него, чтобы он мог говорить. Я выглядел как, оу, человек Божий здесь. И я был так взволнован, потому что это человек Божий. Вау, Бог использовал его, Бог близок к этому человеку. И я помню, как однажды я был в туалете, и я стоял, и мол, руки после туалета. И позади меня открылась туалетная дверь. И в две секунды я действительно был шокирован, потому что, знаете, кто вышел из туалета? Оратор того вечера. Оратор, который собирался говорить. Муж Божий. Он только что вышел из туалета позади меня. И я был шокирован. Знаете, из-за чего? Потому что в две секунды я подумал так. Вау! Он ходит в туалет, как и мы! Я подумал это. Но если я спрашиваю людей из церкви, как они думают, ходит ли он в туалет, то, конечно, каждый скажет, да, конечно, он ходит в туалет, как и мы. Но помните, я был лишь новичком в этом. Я лишь только что пережил силу Божью. Я лишь только что пережил Святой Дух, и я пришёл в определённую установку, в мышление. Никто не говорил мне этого, но спустя лишь несколько месяцев... Да мне были некоторые очки, и через мои очки я видел тех людей. Тех мужей Божьих, тех людей, которые говорили за кафедрой. Как кого-то, кто был высоко-высоко, так близко к Богу. А я был тут, низко-низко. И я получил это мышление очень быстро. И это было таким безумием. Так что выглядел я вот так. Он ходит в туалет? Он делает эти вещи? Я думал, что он был так свят во всём, что он делал, что ему больше не нужно было ходить даже в туалет. Я знаю, сегодня это звучит безумно. Знаешь, я лишь хочу сказать, что я получил такое мышление, что служение Богу это для немногих людей, которые имеют особенный дар. И я могу видеть это мышление, возможно, не такое безумное, из которого вышел я, но это мышление, оно повсюду. Так что люди сегодня ждут в церкви, чтобы получить что-то, что у них уже есть. И люди ждут, чтобы Бог дал им дар. Но им не нужен дар, им нужно послушание. Им нужно выходить наружу по Слову Божьему. И я хочу немного объяснить это. У нас есть пятигранное служение, апостол, юнгелист, пастор, пастух и Ефесянам 4.11. В Коринфянам также говорится о дарах, таких как апостол, пророк, и где вы читаете о даре исцеления и других видах даров. Следовательно, мы можем положить как дар исцеление сюда, вместе с этими вещами. Но что такое дар? Дар имеет два назначения и две вещи. Подарок предназначен для общего пользования. Это как для всего тела. Дар никогда не предназначен для одного человека. Подарок для всего тела. И подарок предназначен для того, чтобы снарядить святых, выполнять служение. Ифесянам 4.11.12 говорит об этом. Так что подарок существует для того, чтобы снарядить людей, святых, меня и вас, чтобы мы, как верующие люди, могли делать то, что мы призваны делать. И что же это? Мы все священники, мы тело Христово. Итак, не все апостолы, не все пророки, не все евангелисты, пастыри или имеют дар исцеления. Часто мы ставим эти дары наверху, а потом мы ставим христиан внизу, здесь внизу. Но эти дары существуют, чтобы снарядить людей. Если я посмотрю на свою жизнь, я силён как евангелист вот в этом. И я использую это, чтобы снаряжать людей в этом. Я каким-то образом силён в исцелении, я использую это, чтобы снаряжать людей в этом. Но, по-честному, я... Мой дар не на первом месте. Я евангелист или я имею дар исцеления. Нет. Кто я есть? Я ученик Иисуса Христа. И все являются учениками Иисуса Христа. Возможно, вы работаете как пророк или евангелист или апостол, но сначала вы ученик Иисуса Христа. А затем, как ученик Иисуса Христа, вы сильны в некоторых областях. Это не позиция, это функция. Так что если вы сильны как пророк, вы действуете как пророк. Затем вы используете этот дар для всего тела, чтобы помочь всему телу учиться пророчествовать. Например, я был силён в исцелении, и я делал это. Но пророчествование не было моим путём. Но это не выглядит, как я должен выбрать, о, я хочу исцелять, или я хочу пророчествовать, или я хочу делать и то, и другое. Нет, у нас есть всё в Иисусе Христе. Но потом я встретил друга, который был действительно силён в пророчестве. Так что я увидел, как он делает, и его дар снарядил меня, и научил меня делать то же самое. Так что теперь я могу пророчествовать людям, потому что он помог мне открыть глаза, чтобы показать мне, что я уже имею в Иисусе Христе. Это не выглядело, как если он возложил бы руки на меня и дал мне дар пророчества. Нет. Дар, который есть у него, существует для того, чтобы каким-то образом помочь мне и показать мне путь, потому что у меня он уже есть в Иисусе Христе. Итак, часто у нас в мышлении ученик... У нас есть служение здесь, наверху, а ученики под ними. Но это не так на самом деле. У нас есть ученики. Мы все ученики, но все мы имеем различные функции. Не позиции, но функции в церкви. И это помогает положить основания, чтобы мы, как ученики, могли строить на этом основании. Итак, это не выглядит, как будто они над нами. Мы все являемся учениками Христа, это призвание каждого из нас. Но некоторые из этих учеников сильны в этой области, и этим даром они снаряжают остальных быть сильными в этой области. Некоторые сильны в пастырстве, в деле пастуха, и они каким-то образом помогают телу делать это. Например, не каждый является пророком, но все могут пророчествовать. Не каждый является евангелистом, но все могут евангелизировать. Не каждый является учителем, но все могут учить других. Не каждый является пастором, но все могут показывать любовь и заботиться о других людях. Итак, это не выглядит, как если ты не имеешь дар, тебе этого не следует делать. Я слышал, как люди говорили, у меня нет дара исцеления, поэтому я не могу исцелять больных. Это то же самое, как говорить, о, я не учитель, так что я не могу никого ничему научить. Или, я не пастор, поэтому я не показываю любовь, и не звоню никому и не спрашиваю, как их дела, потому что это не моё призвание. Конечно, это твоё призвание, наше призвание быть здесь, на месте Христа. Потому что какое наше призвание? Если вы откроете второе послание Коринфянам в Библии, во втором послании Коринфянам, в 5 главе, вы можете прочитать 17 стих. Всякий, кто принадлежит Христу, стал новым человеком. Старая жизнь прошла, и началась новая. Итак, когда кто-то во Христе, он новый человек. Но если вы продолжите читать контекст, Библия говорит, что теперь мы являемся посланниками Христа. Вы посланник Христа. Я посланник Христа. Это наше призвание. Это другое слово. Мы ученики Христа, или мы посланники Христа. Это наше призвание. Всех. Тебя и меня. Так что это слово ученик в Библии. Они использовали слово ученик. Иисус никогда не использовал слово христианин. Слово христианин появилось 11 лет после того, как Иисус был на земле. Он использовал слово ученик. Идите, делайте учеников. Делайте учеников. Он использовал слово ученик свыше двухсот раз. Слово христианин встречается, кажется, три раза в Библии, и первый раз через 11 лет после того, как Иисус был на земле, в книге Деяний в 11 главе, 26 стихе. Но они были учениками. Но несколько лет спустя были некоторые люди, которые видели этих учеников, и они дали им название. Это название было христиане. Почему они начали называть учеников Христа христианами? Потому что они выглядели как Христос. Христианин означает маленький Христос. Они выглядели как Христос, потому что они делали то, что делал Христос. Они исцеляли больных, они были Вадимы Духом, они пророчествовали. Они делали то, что делал Иисус, и что Иисус приказал им делать. И чтобы стать хорошим учеником, чтобы каждый из нас стал хорошим учеником, чтобы каждому из нас стать хорошим посланником Христа в нашей повседневной жизни. Бог дал дары в церковь. Дары, функции каким-то образом снаряжают нас, помогают нам. Итак, если мне нужно быть сильным в пророчествовании... Есть кто-то, кто силён в пророчествовании. Он является пророком, он помогает мне, так что я теперь тоже могу пророчествовать. Существует тот, кто является евангелистом, он действительно хорош в этой области, и он снаряжает меня. Так что я могу быть сильнее в этом, и так далее, и так далее. Итак, все ли являются пророками? Нет. Но все ли могут пророчествовать? Да, конечно. Все ли евангелисты? Нет. Но все ли могут евангелизировать? Да. Все ли имеют дар исцеления? Нет. Все ли могут исцелять больных? Да. Почему? Потому что тебе не нужен дар. Дар существует, чтобы снарядить тебя. И из-за того, что ты делаешь это, это не означает, что ты... Если я иду и пророчествую на человека, это не значит, что я пророк. Если я делюсь Иисусом с каким-то человеком, это не делает меня евангелистом, потому что я делюсь Иисусом. Если я исцеляю человека, это не делает меня кем-то, кто имеет дар исцеления. Но если у меня встреча, на которой я каким-то образом учу тело Христово, и помогаю им прийти в пророчествование, тогда вы можете сказать, что я использовал функцию пророка, и я могу делать это, но я не так хорош в этом, как другие люди. Потому что существуют люди, которые сильнее могут снарядить в этой области. Итак, одно, это иметь дар снаряжать людей, но другое, это быть лишь учеником Иисуса Христа, посланником Христа, и делать то, что Он призвал нас делать. И вновь я хочу сказать, что это мышление о дарах мы должны поменять. Не говорите о даре. Люди выглядят как... А как насчёт этого дара? Как насчёт того? Коринфянам говорят это, Коринфянам говорят то. Все люди заблудились в этом, потеряли силу, потеряли Святой Дух и Жизнь, которую они жаждут. И это выглядит... А что мы видим сегодня? Мы видим людей, которые получили спасение. Вау! Они говорят, они любят Иисуса, они горят, они говорят об Иисусе, они молятся за людей. Они переживают, как Святой Дух говорит через них. Они переживают много вещей, и затем они идут в библейскую школу. И после того, как они побывали в библейской школе, потом... Что потом? Потом у них много знаний, они точно знают, как быть корректным в этой области, и что это слово говорит, и что то слово говорит. Да, у них много знаний, но где жизнь? И честно говоря, я видел такое. У меня были люди, которые любили Иисуса, которые хотели служить Богу, которые хотели делать учеников, которые хотели строить церкви, которые хотели действительно жить для Иисуса, и затем они шли в библейскую школу. И потом они становились такими правильными. Тебе не надо делать это, ты должен делать это, это означает это, а это означает то. И они знали всё в уме, но действительно ли они делали это? Нет. Люди, которые так привержены к тому, чтобы делать всё правильным образом, это часто люди, которые не делают этого сами. Я лишь хочу сказать это. Итак, не теряйтесь, я верю, что мы должны делать это правильным образом. Но не теряйтесь в этой области. Я думаю, что лучше просто делать это и видеть, как это работает в повседневной жизни. И когда ты переживаешь это, это работает, и затем ты идёшь к Слову Божьему и читаешь. Ты понимаешь, что слово говорит, потому что теперь ты имеешь опыт в этой области. Так что ты знаешь, о чём Слово действительно говорит, потому что ты сделал это. Итак, это лишь то, что я хотел сказать. Все мы посланники Иисуса Христа, это фокус, мы все ученики Иисуса. Если мне нужно знать, кто такой ученик, где в Библии я должен найти это? Я иду в Ветхий Завет? Нет. Конечно, я делаю это, Слово Божие, но опять, Ветхий Завет был до Иисуса Христа. Как насчёт Евангелий? И да и нет, потому что там вы можете видеть, что Иисус призывает нас, как учеников, что Он приказывает нам идти, вы можете видеть Его учения и как Он призвал своих первых учеников, и отправил их, и что они делали, и мы поговорим об этом позже. Куда же мне тогда идти? Я иду в книгу деяний, потому что это после креста, после того, как Святой Дух был излит, после того, как Иисус умер и вновь воскрес. Это первая церковь. Иисус приказал нам идти и делать учеников из всех народов. И теперь я собираюсь посмотреть на книгу деяний. Я собираюсь рассказать вам немного о книге деяний, об истории книги деяний, чтобы мы могли понять, о чём книга деяний. Вы можете читать о разных людях. Вы можете читать о Петре, вы можете читать о Стефане, вы можете читать о Филиппе, и вы можете много читать о Павле. Также существуют другие люди, но это каким-то образом ключевые личности, о которых мы читаем в книге деяний. Книга деяний не о первых апостолах, потому что где вы читаете об Иоанне в книге деяний? Конечно, вы читаете, что руками апостолов происходили многие вещи, но вы не читаете о том, что переживал Иоанн, или что переживал Андрей, или что переживал Филипп, или Фома, или Варфоломей, Иаков и так далее. Вы не читаете, что они переживали. Филипп, например, апостол Филипп. Переживал ли он многое с Богом? Да. Переживал ли Фома многие вещи с Богом? Да. Переживал ли Варфоломей многие вещи с Богом? Да. Но вы не читаете об этом в книге деяний. Почему нет? Потому что книга деяний это не книга о первых апостолах. Что же такое книга деяний? Это интересно, потому что если вы начинаете читать книгу деяний, то вы читаете. В первой моей книге я рассказал тебе, Феофил, обо всём, что Иисус делал и чему учил от начала. Итак, книга деяний написана Лукой. И он начинает книгу деяний. В моей первой книге я рассказал тебе, Феофил. Итак, книга деяний написана Лукой, и она написана к человеку по имени Феофил. И книга деяний похожа на второе письмо от Луки, Феофилу, потому что он пишет в моей первой книге. Первая книга, или первое письмо, это Евангелие Луки. Если вы перейдёте к Евангелию Луки, вы можете увидеть, что это опять письмо Луки Феофилу. И здесь он говорит в третьем стихе. Я также решил писать и тщательно записать для тебя достопочтенный Феофил. И так далее, и так далее. Всё, что делал Иисус. Итак, он Лука написал два письма. Первое письмо было Евангелем Луки, и следующее письмо это книга деяний. Он написал его одному человеку, Феофилу. И он говорит в Евангелии, достопочтенный Феофил. Так что он ставит эту личность Феофила как о достопочтенный Феофил, я пишу тебе. Почему он пишет достопочтенный Феофил? Во что многие учёные верят, и я тоже верю этому, что Феофил был адвокатом, который собирался защищать Павла на суде в Риме. Павел, он собирался поехать в Рим, куда он собирался пойти от обвинителей, и ему нужен был адвокат. И некоторые думают, и я думаю так же, что и Лука. Он в действительности хотел дать информацию о Павле, Иисусе, обо всём этому адвокату, Феофилу. Так что начал писать письмо и написал всё об Иисусе, очень детально об Иисусе. Затем он продолжил с Святым Духом, о Котором говорил им Иисус, как Святой Дух пришёл к Петру, и что случилось там в первое время, и как затем Павел получил спасение. И что интересно, когда Павел впервые приходит в картину, вы не возвращаетесь назад и не читаете о других людях. Нет, кажется, здесь только о Павле. И вы читаете снова и снова о том, как Павел получил спасение, и он снова говорит историю, как он получил спасение, и вы действительно видите жизнь Павла в деталях. Так что мы знаем больше, больше и больше о Павле, чем мы знаем о Петре, если вы смотрите в книгу Деяний. И вы узнаёте гораздо больше о Павле, чем об остальных апостолах вместе взятых, когда вы смотрите в книгу Деяний. Почему? Потому что книга Деяний написана Лукой, о путешествии Павла и о жизни Павла. Потому что книга Деяний внезапно заканчивается нигде. Она заканчивается тем, что Павел сидит и ждёт. Он собирается пристать перед судом в Риме. И ему нужен адвокат, чтобы помочь ему. И я верю, что это Феофил. Итак, это небольшое описание ситуации. И каким-то образом, если мы знаем это описание, мы также можем видеть, что это неправильно называть книгой Деяний или книгой первых апостолов. Потому что это не книга первых апостолов. Она не обо всех апостолах. Это письмо, где вы можете видеть картину, маленькую картину того, что произошло. И она в основном о Павле. И теперь мы собираемся пойти в книгу Деяний, чтобы рассмотреть несколько историй. И вы увидите, как первые, я не хочу сказать апостолы, потому что это не только апостолы, но первые ученики Христа, посланники Христа, как они жили и как они продолжали работу Иисуса здесь, на земле. И если вы перейдёте в книгу Деяний, в 10 главу... Глава 10 является одной из моих любимых глав книги Деяний, в которой вы читаете о том, как Корнили позвал Петра. И это также особенная вещь, потому что впервые они пошли к неиудеям, к язычникам. Вот почему-то так важно иметь её здесь, а также для Луки поместить её в книгу Деяний, чтобы показать нам эту историю. В главе 10, что вы читаете там? Вы читаете о мужчине по имени Корнили. И ангел сказал Корнилию, «Пошли кого-нибудь к Петру». И он послал кого-то к Петру, и они пришли в дом Петра. Пётр молился, и он увидел видение, и Бог сказал ему с небес, «Пётр, спустись, следуй за теми людьми к Корнилию и его дому». Так Пётр спустился, и внезапно Пётр был в доме Корнилия, человека, которого он не знал, которого он не встречал раньше, и он не был в этом доме. Он был послан Святым Духом, и Пётр говорил, и Святой Дух сошёл на всех слушающих, и он выглядел вот так. «Хорошо, давайте крестим их в воде, и они были крещены». Итак, вот что пережил Пётр в книге Деяния в 10 главе. Мой вопрос. Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки? Да. Святой Дух тот же вчера, сегодня и вовеки? Да. И если мы все ученики, то можем ли мы, имеющие тот же самый Святой Дух в нас, пережить сегодня то, что пережил Пётр в то время? Да. Не точно то же, потому что в этом было также и послание. Но мы можем пережить то же самое сегодня, мы можем получать видение, ангелы могут говорить, Святой Дух ведёт нас. Люди получают спасение, люди крестятся в воде и Святом Духе. Мы можем пережить это, как и Пётр. И это было не воскресенье в церкви, а повседневная жизнь для Петра. Итак, мы видим немного из жизни Петра, как Бог работал через него. Я хочу сказать свидетельство, из которого вы можете увидеть, что это всё ещё каким-то образом происходит и сегодня. Несколько лет назад, когда я начал, как я сказал, снимать с себя свои очки, все свои религиозные очки... Это не о том, чтобы сидеть в церкви воскресным утром и делать церковные дела. Ты тоже можешь делать это, да. Но это о том, чтобы жить как ученик Иисуса в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. О том, чтобы знать, кто мы во Христе и что Он приказал нам делать. Когда я начал видеть это, я начал видеть, переживать вещи, как в книге Деяний. И одно переживание было несколько лет назад, когда я был в походе со своей семьёй на выходных. Мы были в походе на выходных. И Бог работает в повседневной жизни, даже когда вы в походе. Поэтому одной ночью, когда я был в походе, у меня был сон. Во сне я стоял на рыбалке, и всякий раз, когда леска касалась воды, я вытаскивал рыбу. И я стоял с рыбой в руке и думал, какая забавная рыба, потому что она не выглядела как рыба, которую я знал раньше. У неё были забавные формы и забавные цвета, и кто-то пришёл ко мне во сне, и я сказал, это что? И он объяснил мне, что это было, но я не помню, что он сказал. Но я положил рыбу, хорошо, я поймал это. Закинул леску снова, новая рыба. Тоже забавная, другая, но забавная. И во сне я поймал пять рыб. И когда я поймал пятую, я опять подумал, какая забавная рыба. Но затем я вспомнил, нет, я поймал такую раньше. Итак, я внезапно увидел, это не рыба была забавной. Это была рыба, которую я ранее не видел и не знал. И когда я проснулся, я знал, что этот сон был от Бога, я был уверен в этом. И сразу же Бог сказал мне, что сон означает, что Бог хочет послать меня к людям из других стран. Других культур, живущих в Дании. И то, что я пережил во сне было, это были другие люди, другие страны, другие культуры, живущие в Дании. И когда я получил сон, я встал, оделся и вышел молиться. Боже, я благодарю тебя за сон. Ты собираешься послать меня к людям из других народов и культур, которые живут в Дании. Боже, ты собираешься послать меня. И я вот так молился. И когда я молился внезапно, я получил имейл на телефон. Я открыл имейл, он был от парня из Пакистана, который жил в Копенгагене, столице Дании. И он написал мне, Торбан, ты можешь приехать и помолиться за меня? И обычно я не впрыгнул бы в машину и не поехал бы в Копенгаген. Он находится в трёх или четырёх часах езды от того места, где находился я, и я должен переехать некоторые мосты, и это стоит много денег. Я не поеду туда лишь, чтобы помолиться за кого-то, кого я не знаю. Но Бог только что дал мне сон, и из-за того, что Бог только что дал мне сон, я написал, да, я приеду. Я знал, что я должен поехать к нему. Подобно Петру, он получил видение, и они пришли, и Пётр пошёл с ними. Я получил сон, и вместо того, чтобы он пришёл ко мне, он лишь прислал имейл. Потому что, конечно, теперь мы живём в другие времена. У нас есть имейл, у нас есть самолёты, у нас есть видеокамеры. У нас есть многие вещи, каких не было у них. Но дух тот же самый. Итак, я получил этот имейл, и я написал ему, я приеду к тебе. И затем что-то произошло, я также могу рассказать это. Я и моя жена, мы живём в вере, у нас небольшая зарплата, мы живём так всю жизнь. Иисус должен послать нам немного денег, люди должны поддержать нас каким-то образом, или сделать что-то, потому что это способ, каким мы живём. Мы не говорим так много об этом, потому что мы хотим, чтобы Бог показывал, что это Он работает, и заботится о нас. И что мы переживали в тот день? Ну, я собирался поехать в Копенгаген в пятницу, а в понедельник утром у меня не было никаких денег. И у меня был счёт, который должен был быть оплачен в тот понедельник. И он был около 400 долларов, и у меня не было 400 долларов. У меня не было никаких денег, и у меня не было денег на бензин, чтобы поехать на место, и денег, чтобы переехать мост. Что ты тогда делаешь? Ты молишься. Так что я ходил и молился, Боже, я благодарю Тебя за сон. Я собираюсь в Копенгаген в пятницу. Это должно быть очень хорошо, Боже. И я был так взволнован этим сном и тем, что Бог хотел послать меня туда. И я сказал, Боже, но у меня нет никаких денег, ты знаешь, у меня есть счёт, он должен быть оплачен сегодня, Боже. 400 долларов, мне нужны деньги сейчас. И пока я продолжал и молился, внезапно ко мне подошёл мужчина с собакой и встал передо мной. Это было так, эй, я хочу быть один здесь, иди, иди прочь. Но он шёл с такой же скоростью, как и я. И я думал, следует ли мне остановиться, пойти медленнее, или следует ли мне пойти быстрее и уйти от него, потому что я хотел быть один. Но внезапно ко мне пришла мысль, иди этой дорогой. Так что я сошёл с той маленькой тропинки, по которой я шёл, и вышел на большую дорогу. И когда я вышел на большую дорогу, я прошёл около десяти метров, и потом я остановился. Я посмотрел вокруг и подумал, я никогда не был здесь раньше. Почему я здесь иду? Теперь человек с собакой ушёл. Теперь я могу вернуться назад. Но когда я начал возвращаться, у меня было такое, нет, нет, нет. Я стоял. Нет, Боже. Боже, ты хотел, чтобы я шёл сюда, не так ли? Да, Боже, ты хочешь, чтобы я шёл по этой дороге прямо сейчас. Итак, я пошёл. Боже, почему ты хочешь, чтобы я шёл здесь? Я никогда не был здесь раньше и никогда не ходил здесь раньше. Почему ты хочешь, чтобы я шёл здесь? И я говорил всё это. И когда я говорил это, внезапно машина выехала на эту дорогу и остановилась передо мной. Мужчина опустил стекло окна и сказал, Торбан, иди сюда. И я был такой, привет. Это был христианин из другой церкви. Я не знаю его очень хорошо, но мы поздоровались. Как вы часто делаете, когда вы встречаете христиан из другой церкви. Так что я подошёл к нему и сказал, привет, как ты? Хорошо, а ты? Да, я хорошо, у меня был сон, я собираюсь в Копенгаген в пятницу. Я начал рассказывать ему о сне, потому что я был так взволнован этим. И он сидел в машине и потом сказал, стой, Торбан, стой. У тебя хоть есть деньги? И я подумал, хорошо, интересный вопрос. Но я говорил так, Бог обеспечивает, и я продолжал рассказывать ему о сне. И он сказал, стоп, 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 Торбан, я чувствую, что мне следует дать тебе 400 долларов. Хорошо, если ты хочешь. Я просто остановлю машину и ты получишь деньги. И он залез, остановил машину и вышел ко мне. И я был удивлён, так что я подошёл к нему, и он дал мне первые 100 долларов. И он сказал, вот первые деньги, и я сказал, спасибо, спасибо. И потом я хотел показать ему, что Бог только что использовал его, так что сказал, честно говоря, у меня есть счёт, который должен быть оплачен сегодня, 400 долларов. Я только что шёл здесь, говоря, Боже, мне нужны деньги сегодня. И затем передо мной пошёл мужчина с собакой, и я пошёл этой дорогой, и потом я сказал, Боже, почему я здесь иду? И теперь ты остановился, и теперь я могу оплатить счёт. А потом он посмотрел на меня, посмотрел на 100 долларов в моей руке и сказал, просто держи деньги и дай мне счёт. Где ты живёшь? И я сказал ему, где я живу. И он сказал, через три часа я буду у тебя, и ты дашь мне счёт, и потом я плачу его. И он прыгнул в машину и уехал. И внезапно я оказался один на этой дороге, сотни долларов в руке, а счёт исчез. Ни мужчины, ни собаки, ни человека в машине. Только я и Бог. И сто долларов в моей руке. И я был... Вау! Я пошёл домой, сказал своей жене, Бог только что сделал это, и рассказал ей всю историю. И это так удивительно. Когда мы живём так, мы можем сказать то же самое, что сказал Иисус. Бог обеспечивает Свою жатву, Он делает вещи, конечно, Он использует людей, чтобы делать это, но Бог обеспечивает. И сто долларов недостаточно, чтобы поехать в Копенгаген и обратно, но я почти мог добаться туда. Но что случилось, когда Он пришёл три часа спустя назад? У тебя есть счёт? Я сказал, да, вот он. И Он сказал, спасибо. А затем Он дал мне ещё 400 долларов и ушёл. И внезапно счёт был оплачен, и я стоял с 500 долларов в руке. Более чем достаточно, чтобы добраться в Копенгаген и обратно. Итак, в пятницу я собирался в Копенгаген, и по пути туда Бог сказал мне, Римлянам 1.11. Я хочу увидеть вас, говорит Павел, чтобы я мог дать вам духовный дар, чтобы вы могли возрадоваться в нашей общей вере. И я пережил, что Бог сказал это мне, и я приехал с несколькими моими друзьями в маленькую квартиру, где жил парень 23 лет из Пакистана, который написал мне, вместе со своей мамой и братом. И мы сидели и ели, и после еды я спросил маму, вы христианка? И она сказала, да. Но христианин может значить много, я католик, я был спасён, я был крещён Святым Духом, я в религии, кто вы? Поэтому я спросил её, а как насчёт Святого Духа? Говорите ли вы на языках? И она посмотрела на меня и сказала, нет, вот почему вы здесь. И я, вау, я ничего не знал, и я не знал, почему я был там. Римлянам 1.11. Павел пишет, я спешу увидеть тебя, потому что я могу дать себе духовный дар. Итак, Бог каким-то образом поработал с ними, и они увидели, что они в чём-то нуждаются. И Бог сказал каким-то образом, пошли за Торбаном. И Святой Дух дал мне сон и отправил меня туда, почти что как Пётр и Корнилий. И внезапно, и потом она сказала, сейчас мы должны пойти в соседнюю квартиру, где живёт моя дочь. Так что мы пошли в соседнюю квартиру, и я вошёл в маленькую комнату, где-то 20-30 квадратных метров. Я стоял там, и я смотрел на всех этих людей. Там было собрание 20 человек из Пакистана, один из них сидел и играл в барабан. И многие из них были, кажется, религиозные, когда они стали христианами. Там было семь мусульман, и, честно говоря, я не думаю, что кто-то из них был рождён свыше. Может быть, некоторые из них. Но я стоял там, и я смотрел на всех этих людей, и я стоял почти за дверью. Потому что комнаты нам не хватало, и я думал, вау, Боже, какая забавная рыба. Две недели назад, на другом конце Дании, Бог дал мне сон. Две недели спустя я в квартире с двадцатью людьми, которых я никогда раньше не встречал. Почти как Пётр в книге Деяния в 10 главе. И туда пришёл Бог, пришёл Святой Дух. Один парень, за которого я молился, он упал. Когда он встал, он сказал, что опухоль или что-то в боку, это ушло. И он видел, как облако спустилось с небес и коснулось Его, когда я молился за Него. У женщины был бес, она упала у двери. Вы могли видеть демона в её лице. И затем вышел и внезапно оставил её. И на её лице мы могли увидеть, что она освободилась. И потом она сказала мне, что когда я молился, она увидела какие-то глаза, вышли из её желудка, которые посмотрели на неё, а затем она услышала вдалеке, «Выходи во имя Иисуса!» И они исчезли. Многие получили спасение, крещение Святым Духом той ночью. Первый раз, когда мы крестили людей, я думаю, мы крестили пятерых. В следующий раз, когда мы были там, больше людей получили спасение, больше было крещено Святым Духом. Один мужчина, когда он был крещен Святым Духом, он стоял, я не молился за них. Я лишь, как мы делаем это, я зашёл в комнату, взял одного человека и взял ученика. И я сказал ему, смотри, открой свои глаза и посмотри, что я делаю сейчас. Я собираюсь помолиться, чтобы Святой Дух сошёл на них, и чтобы они были крещены и говорили на языках. Я помолился, и тот человек был крещен Святым Духом и начал говорить на языках. Я сказал ученику, «Теперь ты видел это? Ты бери следующего». Следующий человек зашёл, взял его, и теперь он собирался сделать то же самое. И этот человек получил крещение по его молитве. Итак, вот как мы работали, вот что такое ученичество. И внезапно мы услышали шум в соседней комнате, мы пошли в соседнюю комнату. И там просто молились за других людей, тот, кто был со мной, кто был крещен Святым Духом. И это было так удивительно, потому что он стоял как «ааа», говоря на языках и указывая вот так. «Что происходит? Что происходит?» И он сказал нам, когда они молились за него, внезапно он увидел, как спустилась рука и стала писать на стене. И когда он читал, она написала, и он говорил на языках. Я очень люблю это. В ту ночь мы вышли, крестили ещё четырёх-пятерых человек, и у нас было собрание в полночь. И мы стояли, и прыгали, и поклонялись Богу с пением. Вот что я пережил. И мой друг, который написал мне тогда, теперь это моя семья, моя пакистанская семья в Копенгагене. У них своё собрание, у них церковь. Он проповедует, он едет в другие страны, также в Пакистан, собирается здесь, в Дании. Его приглашают теперь. И из-за того, что он получил эту ДНК с самого начала, он молится за людей, и люди исцеляются и спасаются через него. Моя история выглядит почти как книга Деяния, 10 глава. В чём отличие? Конечно, это в Библии, это Слово Божие, это случилось 2000 лет назад в Израиле. Моё случилось несколько лет назад в Дании. Мы говорим о Западе. В чём отличие? Отличие в том, что я получил имейл, и я взял машину. Вот и всё отличие. Корнили не послал имейл Петру, или написал на Фейсбук, и не позвонил ему. И Пётр не приехал на машине к дому Корнили, потому что тогда не существовало машин, имейла или Фейсбук, ничего этого. Там был Святой Дух, и Святой Дух не изменился. Это была 10 глава, и так мы можем переживать то же самое, что мы читаем здесь. Если мы вернёмся на две главы назад, мы можем прочитать о Филиппе. И зачастую, когда мы читаем о Филиппе, мы говорим, о-о-о, Евангелист Филипп. И так же, когда я рассказываю эту историю, собираюсь разобрать это. Многие выглядят как, о-о-о, Евангелист Торбен. Нет, я ученик Иисуса Христа. Из-за того, что я ученик Иисуса Христа, я рассказываю вам эти истории. И подобно Петру... Хорошо, Библия говорит о Евангелисте Петре, извините, о Евангелисте Филиппе. Но Филипп не был избран, чтобы идти и проповедовать Евангелие. Он был человеком, исполненным Святым Духом, и он был избран помогать практическими вещами у столов. Вы можете прочитать об этом в книге Деяний. И из-за гонений он должен был оставить свою работу у столов, и он пришёл в Самарию из-за гонений. И там он увидел Святого Духа, Бог работал, и произошло много вещей. Я хочу сказать, что это не Святой Дух как-то сказал Филиппу, иди в Самарию. Нет, ситуация вокруг него, гонение, это заставило его пойти туда. Многие люди в церквях ждут, чтобы быть Вадимами Святым Духом. Но Иисус однажды сказал, идите и делайте это. И когда ты встаёшь, используешь свои ноги и идёшь на оружие по Слову Бога, тогда ты будешь Вадим Духом. Потому что, подобно Филиппу, когда он пришёл в Самарию из-за гонений, из-за того, что происходило вокруг него, но когда он пришёл туда, он увидел удивительные вещи. Он увидел, что многие люди получили спасение и исцеление, и всё остальное. Он переживал это, и пока он был там, он также переживал, как Святой Дух вёл его. Так что однажды Дух сказал ему, иди в это место, это пустыня, и он пошёл туда. Это была пустыня, не так много людей, и там ехала карета с Евнухом. Бог сказал ему, иди туда, и он побежал туда. И он слышал, как Евнух говорил и читал из книги Исаия, и внезапно он пришёл в повозку. Он поделился с ним Евангелием, и этот парень получил спасение и крестился. Люблю это. Вы читаете это? Это Филипп. А как насчёт вас? Можем ли мы переживать это в повседневной жизни? Да. Почему? Потому что Иисус тот же сегодня и во веки. Мы можем быть Вадимым Духом. Вы не должны быть Евангелистом, как Филипп. Вы должны быть просто Его учеником. Учеником, как вы и я. Итак, что я пережил несколько лет назад, два года назад, когда я снял свои очки? Однажды я гулял по нашему городу, и я молился. И внезапно я молился о том, чтобы быть Вадимым Духом. Потому что я видел, что у нас действительно было непонимание этого в современной церкви. Итак, я ходил и говорил, Боже, мы действительно не всё понимаем о Водительстве Духа. Ты хочешь гораздо большего, и это происходит в действии, мы должны выйти наружу. И я ходил и молился на языках Богу об этом, и я немного торопился, потому что я должен был пойти и купить немного еды, а затем я должен был идти домой готовить ужин. Итак, когда я шёл купить еды, внезапно Бог сказал мне, «Стоп! Вернись назад!» И я был, «Что?» Так что я повернулся, и там был мужчина с собакой, и был, «О, вау! Следует мне подойти к нему или нет?» Но он стоял спиной ко мне, и я не хотел подходить сзади, поэтому я пошёл вот так. Вокруг него. Я смотрел в окно, я смотрел в магазин, и потом я повернулся посмотреть ему в лицо, а он исчез. И я был, «Где он?» Я стоял там, там был магазин и всё такое. Я был по пути домой, и внезапно Бог сказал, «Стой! Иди назад!» Я вернулся назад, и теперь я стою там, и теперь этот человек исчез. И я смотрю на магазин и говорю, «Боже, не говори ли ты мне, «Стой! Иди назад!» И теперь я здесь. Всё казалось таким безумным, потому что затем я увидел, что магазин, в который я смотрел, был парикмахерской. Но я больше не пользуюсь этим, и мне не нужно туда, так что не хожу туда и не пользуюсь этим больше. И внезапно я стоял перед дверью парикмахерской. И всё кажется таким безумным. Но потом кто-то подошёл ко мне сзади и сказал, «Извините, мне нужно пройти». Я повернулся, потому что я стоял и загораживал дверь. И когда я повернулся, увидел маленького мальчика, и я так обрадовался. «Эй, стоп, стоп! Мне надо поговорить с тобой!» Потому что его рука выглядела вот так, под джакетом. Я сказал, «Стоп, стоп! Мне надо поговорить с тобой! Я христианин и верю в Бога! А ты?» Он сказал, «О, так интересно, что ты спрашиваешь, потому что моя бабушка умерла три недели назад. И у неё была Библия, и я взял её Библию, когда она умерла. Я сидел и читал Библию последнюю неделю, но я не понимал, что я читаю. И я сказал этому, «Бог, если ты реален, покажи мне, что ты реален». И я выглядел вот так. «Да! Он собирается показать тебе». Что-то не так с рукой, и у него было внутреннее кровотечение. Но я в тот момент лишь знал, что он будет исцелён, потому что Бог послал меня. Я помолился, и он исцелился, и он мог пользоваться рукой. И у меня с ним был действительно хороший разговор о Боге. Вы можете это видеть? Здесь у нас парень, который молится, «Боже, если ты реален, я читаю Слово Божие, и я не понимаю его». И Бог сказал мне пойти туда, подобно Филиппу. Итак, всё, что мы читаем в Библии, тоже происходит и сегодня. Филипп переживал это не потому, что он был евангелистом. И я переживал это не потому, что я евангелист. Мы переживаем это, потому что мы ученики Иисуса Христа. Мы посланники Христа, как вы, как любой, кто принял Иисуса. Но это не трудно, но каким-то образом это трудно нам понять из-за нашего мышления, из-за наших очков. Все продолжают думать, «Да, но я не могу, я не могу, и может быть...» и так далее. Итак, теперь мы собираемся перейти к моей любимой главе в Библии, главе 9. Вы читаете о Павле, как он получил спасение и покаялся. И мой любимый стих, который вы читаете в 9 главе книги Деяний, находится в стихе... Вы готовы? Мой любимый стих. Десятый. В Дамаске был ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему... Анания... Это мой любимый стих в книге Деяний. В Дамаске был ученик именем Анания, и Господь сказал ему... Мне нравится этот стих. В Дамаске был мужчина по имени Анания. В некоторых местах написано, там был ученик по имени Анания. И Бог сказал ему... Что произошло? Бог сказал Анании, иди к Павлу. Он пошёл к Павлу, он вошёл, Павел был слеп, и он не видел три дня. Он пришёл на место, где был Павел, он возложил на него руки, и Павел опять смог видеть. Он привёл Павла ко Христу, он крестил его в воде. Он возложил руки на него, так что он мог быть исполнен Святого Духа. Вот что Анания пережил в тот день. Почему мы читаем об Анании здесь? Мы читаем об Анании, потому что книга Деяний это письмо к Феофилу о Павле. И потому что вы читаете о Павле, вы можете видеть, что книга Деяний похожа на Павлов дневник, дневник Павла. Вы можете увидеть всю картину жизни Павла. Из-за того, что вы читаете о Павле, поэтому вы читаете об Анании, потому что Анания был частью спасения Павла. Из-за того, что мы читаем о Павле, мы знаем, что существует ученик по имени Анания. Кто такой Анания? Мы не знаем. Мы не знаем. Мы ничего не знаем об Анании. Но Библия говорит, был человек по имени Анания. В другом месте был ученик по имени Анания. И мне нравится этот перевод. Был ученик по имени Анания. И он нравится мне, потому что это был не пророк по имени Анания. Это был не евангелист по имени Анания. Это был не пастор по имени Анания. Это был ученик, как вы и я. И этот ученик, как вы и я, он был учеником Христа, и он был посланником Христа. Он переживал удивительные вещи. И в тот день в своей жизни он получил видение. Он был Вадим Духом. Он слышал, что Бог говорил. Он исцелил больного. Он привёл кого-то ко спасению. И Он крестил кого-то в воде. И также Он крестил кого-то Святым Духом. Вот что Анания пережил в тот день. И что случилось в тот день? В тот день мы получили маленькую картину из дневника Анании. Маленькую картинку одного дня из дневника Анании. И теперь вы должны послушать. Вы думаете, что вещи, которые Анания пережил в тот день? Вы думаете, это были единственные вещи, которые он пережил за всю свою жизнь? Нет. Вы думаете, что у него были другие подобные этому переживания? Да. Вы думаете, что у него было много подобных этому переживаний? Да. Но мы не читаем об этом. Потому что книга Деяний, это не книга первых учеников. Это не книга первых апостолов. Это письмо, в котором мы видим маленькую картину того, как жили первые христиане. И я полагаю, что подобно вашей книге Деяний, где вы читаете о Петре и Павле, я полагаю, вы можете написать целую книгу Деяний о Варфоломее, об апостоле Филиппе, об Андрее. Я полагаю, вы можете написать целую книгу Деяний о жизни Анании. Кто такой Анания? Он был учеником, как вы и я. Возможно, он был одним из трёх тысяч спасённых в Пятидесятницу. Возможно, он был одним из пяти тысяч, которые получили спасение позже. Мы не знаем этого точно. Но я верю, вы можете написать целую книгу Деяний об Анании. Я верю, вы можете написать целую книгу Деяний о первых трёх тысячах, спасённых в Пятидесятницу. Я верю, вы можете написать целую книгу о первых пяти тысячах вместе с женщинами и детьми. Потому что это не об апостолах. Это не о служении. Это о Святом Духе внутри вас и меня. Мы ученики Иисуса Христа. Мы посланники здесь, на этой земле. Он послал нас. Он наш Хозяин. Он наш Учитель. Мы Его ученики, и однажды мы собираемся стать подобны Ему, как Он говорит, когда мы следуем за Ним. Итак, мы как маленькие Христы здесь, на земле. Мы призваны делать те же вещи, которые Он делал. Мы Его тело. И так каждый из нас может переживать то, что делал Иисус. Мы можем получить видение. Мы можем исцелять больных, как Иисус, как Павел, как Анания. Ты можешь делать всё это. Ты можешь быть Водимым Духом Святым. Ты можешь приводить людей ко спасению. Ты можешь слышать, как Бог говорит к тебе. Ты можешь крестить людей в воде. Ты можешь крестить людей Святым Духом. Потому что это не о том, кто ты, пророк или апостол. Это о том, чтобы быть учеником Иисуса. Но наше мышление так разрушено, что если вы взглянете на современную церковь, то там есть лишь немногие люди, которые каким-то образом имеют жизнь, которые каким-то образом выглядят как-то похожим на тех, которые мы читаем в книге Деяний. И этих немногих людей... О, мы возносим их туда. О, у него удивительный. О, я думаю, он имеет удивительный дар. О, Бог дал тебе дар исцеления. О, у тебя есть дар Пророка. Святой Дух ведёт тебя. И всякий раз, когда кто-то говорит что-то удивительное, что он пережил со Святым Духом, мы возвышаем его на какое-то место. Вау! У него что-то есть. Это так безумно, вы понимаете? Это так безумно. Вот они стоят здесь, тем же Святым Духом, который поднял Христа из мёртвых. Они такая же часть тела, как и те. Они могут каким-то образом делать вещи, которые те делают, если они лишь только начнут ходить в вере и выйдут по Слову Божьему. Но немедленно, когда кто-нибудь делает это, оу, у них есть что-то особенное. Все имеют что-то особенное. Я хочу сказать, что книга Деяний... Вы можете назвать её дневником Павла. Вы можете назвать её дневником Павла. Многие из её глав это дневник Павла. И в тот день это был дневник Анании. И я рассказал вам несколько историй из моего дневника. Мой дневник. Однажды Бог проговорил, однажды я пережил сон, и Святой Дух вёл меня. И внезапно я был в квартире с двадцатью людьми из Пакистана, которых я не встречал раньше. Вот часть моего дневника. Но когда вы читаете дневник Павла, там тоже было время трудностей с гонениями. Павел был побит камнями и сбит. Он претерпел много гонений, и я верю, что каждый переживает это. И я также испытываю это. Это часть жизни. Я не переживаю это так сильно, так же, как они. Это просто по-другому. Но я хочу сказать, это так же тяжело. Я много плакал, я много постился, я много молился. Жизнь тяжела бывает. Я прошёл через времена, когда я почти что хотел умереть. Я говорил, Иисус, возьми меня домой. Это так тяжело. Но это всё, часть этого. Если бы я написал свой дневник, мой дневник выглядел бы вот как этот дневник. Как книга Деяний. Почему? Потому что Иисус тот же. Не потому что я апостол, или я евангелист, или я имею дар различных вещей. Нет, это потому что я снял свои очки, и я понял. Существует единственная вещь, которую Иисус призвал нас делать, и это отвергнуть Себя, взять крест и следовать за Ним, быть Его учениками. И Он дал нам только один Дух, и это Святой Дух. И всякий дар находится в этом одном Духе. Существует только один Святой Дух. Когда Он есть у тебя, у тебя есть всё. А как насчёт вашего дневника? Как выглядит ваш дневник? Выглядит ли ваш дневник как книга Деяний? Если вы возьмёте вашу жизнь, сядете и запишите несколько дней вашей жизни, и поместите её в качестве 29-й главы книги Деяний, будет ли она выглядеть так же? Конечно, она отличается. У вас есть машина, у вас есть телефон, может быть вы где-то летели на самолёте, может быть вы где-то ехали на машине. Что-то отличается. Но Дух тот же самый. Выглядит ли ваша жизнь как эта? По-честному. У многих... Нет. У многих христиан их дневник выглядит вот так. Я пошёл в церковь в воскресенье, сел, я слушал хорошее послание. Я говорил с кем-то после этого, а затем я пошёл домой и бла-бла-бла, делал много других вещей. Можете ли вы прочитать, что так выглядела жизнь первых учеников? Нет. Что-то в этом неправильно. Я хочу объяснить. В первый раз здесь были коробки. Вы помните, католическая церковь, ветеранская церковь, баптистская церковь, церковь методистов, церковь пятидесятников. Мы показали церкви как различные коробки. Если вы в одной из коробок, и вы сравниваете себя с людьми вокруг вас, тогда то, что вы делаете, это всё нормально, потому что все вокруг вас делают то же самое. Если вы в другой коробке сравниваете себя из этой и опять, все люди в этой коробке делают те же самые вещи. Но нам не допустимо, чтобы мы были как слепые, ведомые слепыми. Нам не допустимо сравнивать себя с тем, где мы сейчас находимся. Мы должны сравнивать себя со Словом Божьим. И Бог дал нам посмотреть в книгу Деяний и дал нам удивительную книгу, откуда мы можем почувствовать вкус той жизни, которую призвал нас Бог, каждого из нас. Может быть, вы не путешествуете так, как путешествовал Павел. Может быть, вы не путешествуете так, как я путешествую сегодня, а я много путешествую. Но, возможно, вы идёте домой, жена, домохозяйка с детьми. Может быть, вы учитесь или делаете другие вещи. Но как насчёт Анани? Я полагаю, у него была работа, я полагаю, у него были дети, я полагаю, у него была жена. Но он не был как Павел, который не имел жены, путешествовал, делал все эти вещи. Но это не важно, что у него была, честно говоря, нормальная жизнь. Это не помешало ему быть учеником и быть посланником Христа. Это не мешает ему. Почему? Потому что не мешает. Вам не нужно ехать в Китай, чтобы быть миссионером. Вам не нужно ехать в Африку, вам не нужно продать всё и путешествовать по всему миру, чтобы переживать Святой Дух повседневной жизни. Нет! Вы тело. Вы можете делать это. Вам не нужно получать большое образование. Вам нужно лишь открыть глаза и узнать, кто вы есть во Христе. Вы похожи на Ананию. Ожидайте, что Бог даст вам видение. Ожидайте водительства Духа. Ожидайте услышать, что Бог говорит через ТВ, молитву, пост. Делайте, что должен делать. Успокойтесь и ожидайте, что Бог проговорит вам. Делайте, что вам нужно, чтобы прийти, и ожидайте этого, потому что это нормальная жизнь. Ожидайте, что вы исцелите людей. Анания не имел дара исцеления, потому что он положил руки на Павла. Нет! Ожидайте приводить людей ко Христу, ко спасению. Это должно быть нормальной повседневной жизнью. Ожидайте крестить людей в воде. Ожидайте крестить людей Святым Духом. Ожидайте всего этого в повседневной жизни. Я люблю это. В Дамаске был ученик по имени Анания. Я могу сказать, в Америке была женщина по имени Нэнси, и однажды Бог сказал ей... В Австралии был парень по имени Джейд, и однажды Бог... Я не знаю, где вы сидите прямо сейчас, но я хочу сказать, что вы призваны быть учениками, как Я, как любой. Иисус призвал нас идти и делать учеников, тренировать их. И это то, что я хочу делать. Я хочу фокусироваться на этом. Также в других видео фокусироваться на том, как мы тренируем, как мы делаем учеников. Потому что если вы натренированы, или если вы просто послушны Слову Божьему, вы будете жить жизнью, как в книге деяний. И я побуждаю вас, не останавливайтесь, пока вы не переживете это. Напишите дневник о своей жизни. Выглядит ли ваша жизнь каким-то образом, как книга деяний? И когда мы посмотрим на неё таким образом, мы увидим, что быть учеником, христианином, это нечто гораздо большее, чем просто приходить в церковь воскресным утром на 2-3 часа. Или приходить в собрания по средам вечером. Но большинство христиан делают это. Приходят в церковь воскресным утром, приходят в собрания в среду вечером, вот что они делают. Если я спрашиваю их, говорит ли вам Бог исцелять людей, приводить людей ко Христу, крестить в воде, крестить Святым Духом... Многие, многие, многие христиане сегодня говорят, нет, я просто прихожу в церковь. Но это не нормальная христианская жизнь. И реформация, перед которой мы стоим, ставит фокус на нормальной христианской жизни и делании учеников. И помните, это наше высочайшее призвание. Высочайшее призвание не в том, чтобы быть пророком, евангелистом, пастухом или учителем, или кем-то ещё. Все мы служители, все мы призваны, и высочайшее призвание быть учеником Иисуса Христа. Если кто-то во Христе, Он новое творение. Он отправлен сюда на землю как посланник Христа. Это наше призвание. Я хочу продолжить в следующий раз. Продолжить читать книгу Деяний, и пусть она расшевелит вас. И помните, Филипп был Водим Святым Духом, когда он был в Самарии. Но он не пришёл в Самарию по водительству Духа. Он пришёл в Самарию ведомой вещами, происходившими вокруг него. Часто я думаю, что наша проблема в церкви в том, что многие стоят и ждут водительства, слово от Бога. Бог уже дал нам ясное слово. Это слово, когда Иисус, например, сказал в Луке в 10 главе, «Идите, исцеляйте больных, проповедуйте Евангелие». Если вы выйдете и возложите ваши руки на больных, вы увидите, как они исцелятся. Если вы действуете по Слову Божьему, вы увидите, что они исцелятся. И когда вы действуете, когда вы там, и вы ожидаете, что Бог будет вести вас, вы переживёте то, как Он вас будет вести. Подобно тому, как Филипп пережил, как Бог вёл его. Я закончу это видео, песней моей жены. Мы с женой отправились в путешествие несколько лет назад, и я написал несколько книг о том, что произошло там, и одна из книг — христианин, ученик или раб. И в этом путешествии вы можете прочитать на моём сайте или купить эту книгу. Через это путешествие в нас изменилась одна вещь — что такое быть учеником? Что такое следовать за Христом? И что я делаю? Моя жена очень отличается от меня. Она другой тип личности, но мы служим Богу вместе. Она своей музыкой, и она также молится за больных людей, и они исцеляются. Но мы служим Богу вместе, и наш фокус не такой. О, мы хотим быть апостолами, или мы хотим быть пророками, или мы хотим быть евангелистами. Я исполнил звание евангелист, потому что люди называют меня так. Но наш фокус — быть учеником Иисуса. Это наш единственный фокус. Как это — быть учеником Иисуса, живя сегодня? Это наш фокус, и моя жена написала песню о последовании за Иисусом. И сейчас вы услышите эту песню. И затем я вновь ожидаю быть с вами в следующий раз и видеть, что Бог собирается делать. Потому что, как вы можете видеть, мы продолжаем строить на этом основании. И я думаю, Бог собирается делать великие вещи в нашей жизни. Так что благословит вас Бог услышать это слово в песне моей жены. Её имя — Лине. Слушайте слово. Позвольте Святому Духу коснуться вас. Думайте, для чего вы живёте. Готовы ли вы взять крест, следовать за Иисусом, быть Его учеником? Хотите ли вы этой жизни? Да благословит вас Бог. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok